Всем привет, меня зовут Олег, я смотрю на RedWise с ноутбуками немного. Собственно, мы немножко извращаемся с бета-версией Debian 8. Она прикольная, быстро грузится, и все, что я про нее могу сказать пока что. Мы сегодня настраиваем веб-сервер, ну так, по минимуму, буквально посмотреть, как все работает. И в конце, если останется время, ну про оптимизацию что-нибудь поговорим. Поставим в начале Apache. Собственно, Apache классический веб-сервер, и у него есть несколько разных модулей для работы с процессами. Есть классический pre-for, то есть когда под каждое соединение отдельный процесс. Есть worker, есть event. Когда подсоединения уже не процессовые, создаются как-то, не знаю, нити что ли, трейды. И по умолчанию, по крайней мере здесь ставится Apache 2.4, и он по умолчанию запускается, по-моему, с event. Да, вот видно сервер, npm, event, то есть как бы все хорошо. Ну, то есть потребляется меньше памяти, быстрее работает, все в отличие. Сейчас поставим по фпшечку. Ну, это бы, конечно, да, если бы она автоматически не ставилась. Да, ставится. Мне кажется, сразу стоит ставить dev, потому что может пригодиться, если вы захотите сами скомпилячить какой-нибудь модуль. А когда сервер работает долго и немножко втыревает, потом бывает проблематично этот dev поставить. И еще, соответственно, модуль доработал с MySky. Сейчас отдельно поставим. Так как система нулевая, он тут ставит еще кучу всего, придет слегка подождать снова. Вот, кстати, мод для патча только что распаковался. И, как вы можете видеть, mpm-мод переключился на pre-form. То есть это немножко печально, потому что эта штука жрет кучу оперативов. Ну, то есть, видимо, мод по хп не умеет, нормальная работа с воркером или с ивентом. И поэтому он переключает mpm. Так, смотрим, что у нас есть. Так, как я уже говорил, мы переключились на pre-form, нам это не нравится, потому что он с трэдами нифига не работает. Жрет кучу оперативов. Но ничего не поделать, если мы хотим работать с mok-php. С mok-php, наверное, работают практически все. Ну, потому что такое очень стандартное решение. Что касается патча в Debian. Да, у Apache есть в Debian два конфигура, это Apache 2.0 и Ports. Порт указывается, соответственно, на IP-шник. Ну, на чем слушать. Далее. Довольно удобно подключать-отключать сайты и модули, потому что у нас есть паточки сайты, available и mods available. То есть там созданы отдельные конфигуры под модули и под сайты, и мы можем их подключать-отключать, делая сим-линки в директории с окончанием enable. Ну, то есть, например... Даже не знаю. Давайте... Что было нагляднее, У нас есть, например, mods available. Куча всяческих модов. Но подключены из них далеко не все. Подключено их гораздо меньше. То есть мы просто сделали сим-линки на нужные записи из нужной папочки, перезапустили Apache и мод подключился. То же самое с сайтом. Очень легко и просто. Мне кажется, в других системах как-то оно не так было. Так, это что касается у нас Apache. На самом деле с PHP тоже самое. В ZRZP. В ETH есть папочка PHP 5. в которой есть, опять же, папочка с конфигами отдельных модулей. И далее есть по разделам. Можем подключать-отключать. Просто включать сим-линки. Кстати, там отдельно для командной строки, отдельно для патчетов. Что еще есть интересного? С версии 5.5 автоматически ставится уже обкод кэшер. Обкэш. На текущий момент, наверное, самый лучший обкод кэшер. Все знают, да, что такое обкод кэшер? Обкод кэшер позволяет вот этот скомпилированный код уже сохранить в кэшер. То есть, когда вы запускаете скрипт первый раз, он выполняется, ну, как с нуля, как обычно. Но обкод сохраняется в кэше, и при повторном вызове он уже исполняется гораздо-гораздо быстрее. Какое? Кэшерывание обкода? Какая инжинкса наобкода? Ну, теоретически, за счет инжинкса можно в кэш класть результат. Ну, то есть, PHP-странички. Но это не очень, как бы, круто, потому что там они могут закэшиться даже тогда, когда тебе это не нужно. А здесь он, ну, резолвит. То есть, если у тебя скрипт изменился, он, как бы, все это на лету перекомпилячет. Ну, в общем, это более лучший вариант, чем делать это с помощью инжинкса. Вот. Раньше до, соответственно, версии 5.5 нужно отдельно вставить. Это можно оставить из петли, например. Все знают, что-то как пекали, опять же. Пекали – это библиотека модулей для PHP, которая скачивается и переключается уже на вашей машине. У нее есть оболочка. Можно, например, сделать серочку какую-нибудь. Остается, фишка какая. Если APC, который уже устарел и не надо больше пользоваться, у него есть как кэширование обкода, так и пользовательское кэширование. То есть, вы можете за счет написания соответствующего кода на PHP ну, вкладывать туда какие-то данные, как минкэш, например. То в обкэше этого нет, надо вставить отдельно модуль APC-U. Вот мы можем его поставить из петли как раз. Так как он в бета-версии, нужно указывать в версию. Ну, не знаю, косяк какая-то. Сейчас не будем с этим разбираться, но суть такая. То есть, он скачивает исходный код, а не готовый там в деп-пакет, например. Поэтому вам и может пригодиться установка PHP 5.deb, чтобы можно было это дело там компилировать. Окей, поехали дальше. Нам нужна база данных. Наш классический ламп-сервер, лампочка, состоит из, собственно, Linux, который у нас уже есть, Apache, который уже есть. Писки поставили, а остается MySQL. Сейчас у нас есть, как классический MySQL, который пил вначале сам, потом Oracle. Oracle компания прижимистая, ее никто не любит, поэтому появилось два форка. Мария Дубе, Мария Дубе и Перконов. Собственно, Мария Дубе пилит один из создателей MySQL вообще изначально. Перконов пилит, не помню их имя, фамилия Зайцев. Он был ведущим в направлении производительности MySQL, то есть занимался именно перформансом. Собственно, какая разница? Они берут оба все код от MySQL какой-нибудь очередной версии и добавляют свои патчи. Мария Дубе, она такая... Ну, то есть, ее задача – это замена MySQL, и она полностью совпадает. Ее можно свободно использовать вместо MySQL. При этом работает она быстрее, и там много дополнительных плюшек, например, разные движки. В Перконе есть классная штука – это оно держит на высокой нагрузке большую производительность. То есть, у нее нет как-то спада производительности от количества процессоров, ну, подключения. Но она немножко тяжелее на старте, поэтому, если у вас реально очень нагруженный проект, лучше ставить Перкона. А если у вас проект, ну, такой небольшой, то лучше ставить все-таки не MySQL, а Марию. Здесь в репозитории есть Марию 5.5, но более новая версия – Марию 10.1, по-моему. Ну, и мы ее сейчас поставим. Ну, такой довольно странный логотипчик, я считаю. Ну, что-то в нем есть. У них есть репозиторий Configuration Tool, где можно выбрать, получить данные под нужную операционку. У нас Debian, но тут нет. Придется собирать на сайте? Нет, не придется. Она и так, наверное, не работает. Коля, как встает? Сработает? Да. Продолжение следует... Да. Тут нет. Да. Ну, да. 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 Продолжение следует... 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 Да не, такие вещи надо помнить наизусть, особенно когда в хостинге работаешь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так тоже никогда не делать? Продолжение следует... Кажется, кому-то прав не хватило. Смотрите продолжение в следующей части. И так тоже никогда не делали. У меня был случай, который я никогда, наверное, не забуду. Чувак установил паролем рута. Рут. Серват долго не продержался. Окей, сейчас включим наш любимый ЧПУ. Смотрите продолжение в следующей части. Что-то очень сильно тормозит. Ритуальное жертвопоношение. Смотрите продолжение в следующей части. Даже на винде лучше работают. Окей, теперь у нас есть классные ссылочки, которые работают немножко. Да? Кто скажет, почему они не работают? Ну да. В общем-то, Мотор и Райт, по-моему, не включен. Вообще. Моя любимая МЦ-шечка. Смотрите продолжение в следующей части. Сейчас сделаем просто 7-линг. Я знаю, не пафосно, наверное, это надо сделать из командной стреки, но мне нравится. Да, верните, я все хочу. А без разницы, но она все равно не работает. Да, в Аксессе все есть, все есть, все хватает, честно и я тоже долбился с этим, но все довольно просто, HTXS не работает. То есть, вот оно здесь все есть, но оно не работает, потому что там нужно добавить allow override all, чтобы включить вообще возможность переопределения стандартных настроек. сейчас создадим директорию. Аксессия 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 пасяц Кажется так. пасяц Сл Аксессия dol Где-то косяк. Где-то косяк. Где-то косяк. А вот теперь работает отлично. Теперь поставим, соответственно, какие минусы, да, головы Апача с трифортом. Ну, всем известно, да, базовое, это большое потребление оперативы, потому что на каждое соединение, то есть даже на каждой там CSS, JS, маленькой PNG и так далее запускается отдельный процесс, как минимум с 10 мегабайтами оперативной памяти. Ну и обычно на каком-нибудь таком недорогом серваке гегабайтов 4 максимум и большие нагрузки такая штука не держит. Особенно с учетом того, что у вас еще исполняются PHP скрипты, которые еще едят какое-то количество оперативы. Поэтому мы можем, например, взять и выдавать всю статику каким-нибудь легким веб-сервером. Самый популярный Nginx, он действительно очень компактный и очень быстрый. Ну, то есть мы пытались как-то, по-моему, с Ваней, который меня не слушает сейчас, ну, пригрузить это дело, не знаю, там, несколькими сотнями соединений, и там потребление оперативной памяти выросло на 10 мегабайтах, совсем чуть-чуть. Здесь есть несколько в репозитории пакетов с Nginx. Что-то с диском беда какая-то. В общем, там есть Full, есть Light, есть Extras, по-моему. Они отличаются количеством компилированных модулей. То есть в Nginx, в отличие от Apache, нельзя подключать на виду модули, они компилируются. Соответственно, например, если вы хотите, есть базовые модули для стриминга, типа MP4 или 4B, они есть только там, в Nginx Extra, допустим, в Nginx Full есть поддержка Speeding. Все это знают, да, скатка и Speeding. Говорят быстрее, а час на самом деле тесты. Я думаю, что таким средним, что ли, вариантом является, наверное, Full все-таки. Кстати, я постоянно забываю про параметру минус Y. Он, конечно, немножко рисковый, но когда вы ставите что-то новое, в принципе, обычно лишнее на сжатии клавиши экономить. Спасибо. 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 подвис но на самом деле он уже поставился и более того он не хочет у нас запускаться предлагает нам посмотреть в чем же беда блин я не понимаете ваш типа говорит не могу запуститься на чужом не может запустить а горит в моей пришли за ним он пытается слушать но он пытается лишь на всех айпишниках на 80 парку она у нас немножко занят потому что там пачка сейчас мы можем это посмотреть например на цитату мне нравятся параметры нлп легко запоминается а есть еще говорят тюльпан некоторые язык тюльпан ну вот он как бы тоже слушать на восьмидесятом порту на всех айпишниках мы его сейчас так как мы хотим повесить на морду на джинс апача фронт-эндом мы сейчас спрячем на 127 001 еще и порт мы ему другой поиск 81 Сейчас. Он сам-то уже не запустится. Все, запустился. Здесь мы видим печаль. Нам нужно теперь... То есть у нас обрабатывает это дело Nginx, но он ничего не знает о существовании этого сайта. Там вообще не включен прогноз и смотрит он вообще в другую папку. Сейчас надо немножко сконфигурируем. Здесь по аналогии... Что, народ устал? Может перерыв сделать? Да? Да? Давайте сейчас запустим немножко и сделаем перерывку. Блин, он опять дерется. Здесь, наверное, строчку можно вообще закомментировать. Чем прикольно, в минимальной настройке уже все написано здесь. А, где-то было. Ага, опять я где-то накосячил. Ага. 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 Ну да. Давайте сделаем, не знаю, как-нибудь. Сюда вперед. А, ну можно, наверное, вот так. И вот так сделать. Сейчас. А, там рут неправильный точно. А, что это? А, там рут неправильный точно. Можете замуろう? Ну так и как... Продолжение следует... 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 А это твоя машина? Ну это моя машина, да. Это его машина. А такой или нет? Массы такие сразу. Ты вообще не делаешь. Ну так что? В чем косяк-то? А зачем ему слушать 127? А зачем ему слушать 127? Он туда проектирует. Ничего из злого, проектирует. Открыть антиклер. Давай посмотрим. Хоть один человек догадался. Отлично. Суть в чем, да? То есть у нас джинкс проектирует на аппач. То есть аппач видит не айпишника того, кто запрашивал, а он видит айпишника джинкса. Собственно он отвечает на том айпишнике, на котором слушает. И вот она печаль. Ну мы сейчас как бы вообще лучше создавать отдельный конфиг, но мы сейчас просто ну тупо зафигачим нужные строчки и все. по-моему нет все-таки. По-моему нет все-таки. Парк видит. Парк видит. Я не знаю. Парк видит. Он просто окошко увеличил, да? Это надо будет вырезать. Что ты там имел в виду? Что ты там имел в виду? Что ты там имел в виду? Что ты там имел? Что ты там имел в виду? Что ты там имел в виду? Что ты там имел? Что ты там имел в виду? Коля, а как свернуть? Что ты там имел в виду? Что ты там имел в виду? Он меня не любит. А, отлично. Отлично. Все окей. Что? Что ты там имел в виду? Что ты там имел в виду? А, он уже включился. А, он уже включился. Видишь, рпаф модуль. Что ты там имел в виду? 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 Ну да, он закешил. Но непонятно, как оно работает. работает с учетом того, что Apache не запущен. Да, конечно. Сейчас. А, я не там смотрю. Сейчас, погодите. Apache запущен, все ок. Все правильно. Да, имеет смысл в определенном случае. Есть такая штука, который делает Apache. Оно делает Apache в плане виртуального хостинга. То есть, когда ты делаешь один, да, окей. Как бы тебе вообще этот htaccess, в принципе, не нужен. Ты один раз переписал правила, либо воспользовался конвертером и живешь спокойно. А вот эти ЧПУ во всех известных движках, они сделаны через мануалов. То есть, как бы это нереально. У тебя обычный пользователь, он хочет поставить движок и все. Да, он создает htaccess и там правила матриеврата стандартные. Того же вот этого. А нельзя там? Нет, вот известные движки уже есть, но вот это там. Прям, ты это, как ты. Чем-то просто стараешься. Вот я так сейчас. Просто, если... Что там? Если у тебя какая-то функция с надборкой, просто все отдаешь как-то... В общем, мы имеем сейчас стандартную, да, связку, кроме того, что она немножко недонастроена. Сейчас Nginx, он проексирует полностью все на Apache. А в идеале нужно делать так, чтобы он сам выдавал там всякие статику, JS, CSS и прочих фигня. А Apache проексировал только PHP. Ну, а сейчас мы поставим PHP, FPM, который все так долго ждут. Ну, PHP, FPM это штука, которая управляет процессами. То есть он... Ну, да. Грубо говоря, он демонизирует PHP. Да, то есть запускаются процессы обработчики PHP, которые постоянно висят, и к которым можно подсоединяться и, соответственно, просить что-нибудь обработать. Вот. В Nginx есть, опять же, по умолчанию настройки для PHP, FPM. Я уже начинаю утупить. Соответственно, мы отключим сейчас проектирование наше. Да, и перейдем на вот эту штуку. Допустим, через этот. Сейчас попробуем опять же. Надеюсь, поедем. Поехали. Не поехало. Поехали. Да, да, да. Да, да, да. Там уже... Там уже... Армс, армс, армс. Идея, вфпм запущен. Ну, вот он есть. чачок Продолжение следует... 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 но мы так не умеем покажут ну может быть да вот есть такая страничка для конверта и тут есть ссылочка на гитхаб то есть там просто пхп-шечный файл который позволяет коннектировать честно говоря я не знаю как тут выделить поля мне нужна твоя помощь как выделить это все несколько строчек я поставлю зажимаешься пхп-шечный файл Ну, я тестил, а не работаю. Правда, я много чего тестил, но сегодня, как видите, очень много времени уходит на разобраться. Конечно. А, что-то я опять. Да, вообще опять. Не знаю. О, работает. Фантастика. А теперь оно работает полностью на PHP-FPM. Время, наверное, уже позднее, я не буду дальше особо развлекаться. У PHP-FPM, кроме того, что вы можете выкинуть Apache из процесса, либо на самом деле вы можете использовать ваш Apache, но он сможет работать в режиме не pre-fork, а там worker или event, и он будет гораздо экономичнее и быстрее. У PHP-FPM есть такая штука, как пулы. Пулы – это, ну, как бы вы можете процессы разбивать со своими настройками, да, такие наборы процессов. Соответственно, можно указывать, например, отдельные, типа запустить пулы от такого-то пользователя. То есть не от общего какого-нибудь там 3W-дата, когда теоретически взломав один сайт, человек может получить доступ и к другим на системе. А у вас будут отдельные файлы отдельных сайтов с отдельным владельцем, с отдельными правами и, соответственно, обрабатываться под отдельным пользователем, не привилегированным. И если это все делать через сокеты, например, через файлы сокетов, то можно на файлы сокетов еще права поставить. Ну, в общем, это повышает безопасность довольно сильно. Кстати, у Apache есть такой MPM-модуль ETK, который тоже позволяет запускать процессы Apache от отдельных пользователей, а не от какого-то общего пользователя, что также довольно сильно повышает безопасность. Но этот ETK, он, ну, как pre-forge работает, то есть тоже жрет оперативу. Для хостинга все равно пока что вариант лучше, чем Jinx плюс Apache не придумали, ровно потому, что все привыкли использовать Apache и все юзают реврайты и прочие штуки. Просто все привыкли. Ну, а если вы можете отдельно настроить собственный сайт на собственной GPS, конечно, лучше оставить Jinx плюс PHP, FPM, рулить этим всеми. Это все очень быстро и готово. Да, Ваня? Ну, в общем, это все, что я вам хотел показать. Если хотите, еще могу пару слов про какие-то оптимизации рассказать. Соответственно, базовая штука. Что можно оптимизировать у Apache, да, в связке с Jinxом? Так как Jinx работает как прокси, соответственно, он работает между, то есть взаимодействие между Jinxом и Apache идет через протокол HTTP 1.0, который не поддерживает как-то Kipi Live. То есть можно в Apache сразу Kipi Live отключать. В Apache можно, нужно даже настраивать максимальное количество процессов, которые он может допустить. Почему это надо? Потому что, когда на вас наваливается куча народа, и Apache запускает 256 процессов, а у вас там 4 ГБ оперативы, а у вас еще не очень оптимальные PHP скрипты, и каждый процесс едает 1 ГБ 30, и того он пытается там даже 100 процессов на 30, да, это 3 ГБ. А если он пытается 200 процессов запустить, как зачастую по умолчанию, там настроить их 256, ну, то все, ваш сервер сгибается. На самом деле, даже для достаточно нагруженных процессов, там 25-30 процессов, это вполне достаточно. Кончится оперативка, и он начнет... Чего? Он начнет 503 ошибки давать. То есть, он не будет... У тебя не упадет сервап, что самое главное. Чего? Он будет подписаться, скорее всего, 503 ошибка. Ну, то есть, извините, сервап, типа, перегружу. Это дело вот здесь, да? Вот, во-первых, keep alive можно off сделать. Ну, не совсем. там же тоже есть какие-то настройки по умолчанию, которые могут быть неоптимальны. Блин, где-то не здесь. Не, попробовать надо. В любом случае, будет лучше. Да, 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 да. Короче, я потерял эти настройки. Что у Nginx? Nginx, во-первых, может, кроме... Да, есть. У Nginx есть... как-то... Во-первых, он может, кроме того, как самостоятельно открывать файл в обход Апача, у него есть модуль кэширования. Да, то есть, он может прямо у себя там в памяти кэшировать. Слушай, я наизусть не помню, но я писал статью на эту тему даже. Но я её уже не помню. Минутка саморекламная. Да, это будет. Там тоже один, один, давайте проверим. Да, нет. Так, сейчас. Ну, вот так вот по умолчанию выглядит настройка, когда Nginx сам открывает файл, да, они там перечислены. Вот так вот мы можем включить кэш. То есть, мы пишем путь, где он будет кэшировать файл, если чего. Размер кэша, но имя кэша. Там, как часто он обновляется, дохнет. И потом мы можем уже для каждого, допустим, виртуального хоста прописать кэш. Да, вот видим прокси кэш, типа проекцирует на кэш. И потом имя кэша. Прокси кэш. Ну, вот он. То есть, мы отдельно как бы прописываем, создаем кэш. Там, скорее всего, в разделе сервер. Потом в каждом... Нет. Да, нет. Не в сервер. В HTTP, наверное. Ну, то есть, более глобально. и тут можно управлять как бы тем, как он различает файлы. Типа по методу реквеста, там, по URL, по домену, да. То есть, например, там, если один и тот же запрос... к одному и тому же URL будет запрос с гетом и постом, он будет их различать. Ну, то есть, это довольно гибко можно настроить. Ну, кэш, наверное, работает чуть быстрее, чем оттащить это все дело с файловой системы. Но... нет, по умолчанию не включу. Потом у него есть еще такая штука, как ограничение количества соединений с одного IP. Вообще, отличная штука для сбережения опять же, производительности и защиты от, там, небольших DOS-атак. То есть, там, как он может... Допустим, с первого по десяти... по десятый коннект от одного IP-шника он в реал-тайме обслуживает. А потом можно ставить в очередь. Да, то есть, допустим, с десятого там по пятидесятый он держит соединение, но как бы ждет, пока те десять обработаются и потом передает в обработку. Но опять же, если там придет пятьдесят первый, он его отбросит, да, опять же, с ошибкой пятьсот три, извини, типа, я больше не могу держать. Вот. Причем при желании там же на пятьсот третью можно вешать кастомные какие-то странички. То есть, можно написать ему, что извини, чувак, слишком много коннекторов твоего эпишника, тебе придется повторить попытку. То есть, опять же, довольно гибкая штука. джинксу можно, джинкс может еще делать прикольную штуку, он может, там есть параметр jzip static. То есть, он, когда делается запрос, он смотрит, есть ли с таким же именем файла файл с расширением gz, да, какой-нибудь индекс, допустим, индекс .html .gz. Ну, кстати говоря, есть плагин к WordPress, да, VP SuperCache, который может как раз-таки в кэше генерировать вот эти gz файлы. Ну, смотри, gz.xip, он реалтаймовый, он немножко хавает все-таки процессор, там, сколько-то. Ну, пусть немного, но все равно, а так у тебя статика. То есть, он прямо с хода берет в gz файл уже готовый и выплевывает. То есть, вообще ничего делать не надо. Просто прочитать и отправить уже за gz.p. Причем, так можно же добиться более высокой степени сжатия, потому что, когда ты, допустим, делаешь степень сжатия 9, да, там непропорциональная загрузка процессора, а так ты можешь заранее все за gz.p. с максимальным сжатием и отдавать их без нагрузки на процессор. Ну, в общем, вот так вот. Если есть какие-то вопросы, могу... Честно, я ленюсь. Я когда-то настроил связку вот Anjinx плюс Apache плюс кэширование и оно у меня так и работает. ну, вот этот сайт, но он, правда, легкий, да, он вот так и работает. Ну, есть на том же серваке, допустим, WordPress-овский. сайт на WordPress-е. А этот на WordPress-е? Этот нет. Там какая-то другая легкая CMS-ка, она даже без базы данных. Ну, вот, можно посмотреть, как быстро оно загрузится. Ну, она немножко думает, конечно, но тем не менее. Еще вопросы. Немногие дождались, я понимаю, ну, да немножко получилось. Мем кэш. На Jinx есть модуль для работы с мем кэшем. Нет, мем кэш это вообще отдельный сервер для хранения каких-то твоих данных в оперативе. Соответственно, эти данные кладешь туда ты сам самостоятельно. Ну, да, или ты можешь сам написать код, который, допустим, хранит там. Jinx, он не умеет естественно там делать каких-то хитрых вещей, он может просто лезть в мем кэш и смотреть, нет ли там нужной странички. То есть, ты можешь, допустим, при первом вызове странички генерить ее, складывать в мем кэш, и при повторном запросе Jinx уже полезет в мем кэш и прочитает готовую страничку. Но я не знаю, насколько это будет быстрее, чем чем гэзэ, или, например, обкод, ну да, естественно, быстрее, чем с диска, но обкод кэшер, например, он хранит данные, опять же, в оперативе, да, то есть, не знаю, связка Jinx плюс PHP, FPM плюс обкод кэшер, в принципе, должна быть достаточно быстрая, может быть, где-то на уровне мем кэш что-то вполне. Но на мем кэште можно делать как бы более хитрые вещи, когда у тебя страница собирается из нескольких кусков, то есть, у тебя есть какая-то статическая часть, например, статья, и, допустим, какая-то часть, которая отвечает у тебя за авторизацию. Ты можешь собирать страничку из кусков, да, то есть, часть ты берешь из мем кэшта, а часть ты как бы напрямую проекцируешь на PHP. Ну, то есть, это, наверное, больше к высоконагруженным проектам, когда реально не сыграешь страничку из кусков. Что-то еще? Если вопросов больше нет, то всем спасибо, всем спасибо, и до следующих встреч. На следующем занятии у нас будет продолжение курса по сетям. Ну, все, спасибо, пока. Продолжение следует...